Возможно ли перемещение во времени? Наука однозначного ответа не дает. По фотографиям, которые вы увидите в этом выпуске, проводили расследование и накопилось много странных фактов по этому поводу, которые никто не может объяснить. С вами Взрыв Мозга и это 5 фото, которые доказывают возможность перемещения во времени. Мобильный телефон в фильме Чарли Чаплина. При внимательном просмотре некоторых закулисных кадров фильма Чарли Чаплина «Цирк» режиссер Джордж Кларк заметил женщину, которая входит в кадр, держа маленькое тонкое устройство у своего уха. Если бы фильм снимали сегодня, то любой мог бы назвать это устройство мобильным телефоном. Однако действие происходит в 1928 году. Так что же увидел Джордж Кларк? Неужели путешественницу во времени? Тогда как она может говорить по мобильному телефону, если в 1928 году не существовало мобильной связи? Или же у нее в руках какой-то аппарат, с помощью которого она связывалась с другим путешественником во времени? Тоже довольно абсурдное предположение. Как же осуществлялась связь? Были ли компакт-диски в 1800 году? На картинке виден человек, который держит в руках нечто очень напоминающее бокс для компакт-дисков. Что же это такое? Как известно, известная сегодня форма громпластинок была изобретена только в середине 18 века. А тут его самое начало. Компакт-диск так вообще появился лишь в 80-х годах 20 века. Тоже такой этот человек с боксом для компакт-дисков. Возможно, это путешественник во времени? В 1876 году Рудольф Фенц пропал без вести. Но это только начало истории. В 1950 году внимание полицейского на пересечении улиц недалеко от Тайм-скверс в Нью-Йорке привлек мужчина на середине перекрестка. Полицейский подошел к нему, чтобы предложить помощь. Но в этот момент свет светофора изменился, и движение на перекрестке возобновилось. Испугавшись, мужчина направился к тротуару в направлении приближающихся автомобилей и в суматохе был сбит насмерть проезжающим такси. Умерший был одет в старомодный костюм 19 века. Высокий цилиндр, толстое с вырезом пальто, клечатые брюки. В ходе последующего расследования полиция также обнаружила, что в его карманах находились несколько любопытных вещей. Старые монеты и банкноты. Ни одна из них не была выпущена позже 1876 года. Их бумага была почти в отличном состоянии. Письмо отправлено из Филадельфии в июне 1876 года. Монета из латуни номиналом 5 центов и горстка визитных карточек человека по имени Рудольф Фэнс, предположительно принадлежавшая покойному. Пиши свой крутой коммент, и если он не соберет ни одного лайка, вы получите 1000 рублей. А вот победитель предыдущего выпуска. Время скверно шутит не только с отдельными людьми, ему под силу и весьма внушительные объекты. Американские парапсихологи утверждают, что Пентагон засекретил поразительный случай, который произошел с одной из подводных лодок. Субмарина находилась в водах печально знаменитого Бермудского треугольника, когда вдруг неожиданно исчезла. Буквально через мгновение сигнал от нее был получен уже из Индийского океана. Однако этот инцидент с подводной лодкой не ограничился только перемещением ее в пространстве на огромное расстояние. Произошло и довольно значительное путешествие во времени. Экипаж субмарины буквально за десятки секунд постарел на 20 лет. Несколько лет назад в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве был арестован некто Эндрю Карлсин. Он вложил в акции меньше тысячи долларов. Уже через две недели на бирже заработал 350 миллионов долларов. Примечательно, что совершаемые им торговые операции первоначально совсем не сулили выигрыша. Власти штата обвинили Карлсина, что он получил прибыльную для себя информацию незаконным путем, поскольку не нашли других доводов для столь поразительного результата. Согласно некоторым сведениям, кто-то внес за него залог в миллион долларов, чтобы он вышел из тюрьмы, после чего Карлсин исчез и, по-видимому, навсегда. Если хочешь 10 тысяч рублей, ставь лайк и делай репост этого выпуска ВКонтакте, подробности в описании.